Добрый вечер на канале Бук ТВ. Большие итоговые новости в студии Виталия Матюшин. Неделя позади, самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти 7 дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Коротко о главных темах выпуска. И помнит Брест освобожденный. Город над Богом отпраздновал 77-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Искреннее спасибо тем людям, кто освобождал Брест, кто сегодня делает все для того, чтобы областной центр был краше. В городе над Богом в знаменательную дату открыли сразу несколько новых живописных объектов, своеобразных подарков Бресту. Все о коронавирусе и вакцинации. Большой разговор с главным санитарным врачом города Бреста и Брестского района Геннадием Радченко. Эта неделя для Бреста знаменована событием, о котором всегда будут помнить брещане. 77 лет назад, 28 июля 1944-го, от немецко-фашистских захватчиков был освобожден последний белорусский город, город Брест. Этот день останется в памяти благодарных потомков на века. Низко до земли кланяются наследники поколений победителей, ратному подвигу советского народа, благодарят освободителей чтят память павших героев. Неизменной остается главная традиция этого дня – праздничного, торжественного и грустного одновременно. Ежегодно 28 июля в областном центре Брещины начинается с возложения венков к обелиску освобождения на Площади Свободы, а также к вечному огню в мемориале «Брестская крепость-герой». Сюда приходят неравнодушные, чтобы почтить память ушедших и сказать слова благодарности живым, возложить цветы, замереть в минуте молчания под стук метронома, каждый удар которого в самое сердце. Этот размеренный стук метронома синхронизировался с ударами сердца каждого находившегося на Площади Свободы и напоминал о том, что Брест помнит и чтит своих героев. 28 июля 1944 года – день, когда советские войска после более чем трех лет оккупации освободили Брест от немецко-фашистских захватчиков. День, который безгранично дорог каждому, кому не безразлична судьба города над Бугом. Возложить цветы и почтить память павших героев на Площади Свободы собрались представители всех городских структур, руководители многих организаций, дипломаты, ветераны и молодежь. Для всех них этот день является намногим больше, чем просто дата в календаре. Здесь и старый млад, все без исключения понимают, какой ценой досталась свобода белорусам. Ведь заветное освобождение солдат из советской армии шаг за шагом буквально вырывали из лап противника. Мой прадед Асачий Федор Андреевич, он был командиром отряда Красной Армии за Родину. Он достоин орденом Красной Звезды. Поэтому в том числе я прихожу сюда, чтобы почтить его память и сказать ему спасибо за наше мирное небо над головой. Я уже не первый раз принимаю участие в данных возложениях, в митингах. В первую очередь это происходит по зову сердца, так сказать, потому что в каждой семье есть ветераны, те люди, которые воевали. И тем самым я прихожу сюда, чтобы почтить память в том числе и моих родственников, моей семьи. И таких, кто пришел в своем безмолвном молчании, мысленно выразить слова благодарности погибшим воинам много. В честь каждого героя подножия обелиска освобождения возлагаются цветы. Ведь без их ратного подвига в далеком 1944-м невозможно было бы сейчас представить наш красивый и развивающийся город. 28 июля навсегда, на второе тысячелетие, на третье тысячелетие будет той исторической датой, которая прочно вошла в историю нашего города. Потому что благодаря этому событию, которое прошло 77 лет назад, мы имеем 77 лет устойчивого развития нашего города, города Бреста. Поэтому сегодня, несмотря на те вызовы, которые есть вокруг нас, прежде всего, конечно, пандемические, мы не могли не провести мероприятие, посвященное именно Дню освобождения. День города отложим пока на сентябрь, дай бог там ситуация улучшится, но мероприятие, посвященное Дню освобождения, проходит широко и массово в нашем городе. Я хочу сказать всем брещанам спасибо, спасибо за то, что своим трудом, активной гражданской жизненной позицией двигает город вперед. По итогам полугодия мы практически перевыполнили все прогнозные задания социально-экономического развития и являемся реальным драйвером экономики всей Брещины, всей Брестской области. Всех с праздником, оптимизма, здоровья. Город Брест всегда будет оставаться символом патриотизма, символом воинской славы и символом и примером развития Республики Беларусь. Эта дата для всех нас является символом отваги и мужества, славы и гордости, единства и сплоченности народа. Представители Ленинской районной организации города Республиканского общественного объединения Беларусь вместе со всеми почтили память воинов-освободителей. 28 июля – это знаменательный день, вошедший в историю нашего города, как некая благодарность подвигу воинам-освободителям, которые ценой своих жизней совершили подвиги, позволили мирно жить и работать следующим поколением, то бишь нам. В этот день у подножия памятника воинов-освободителей возлагаются цветы, чтобы поблагодарить всех тех, кто бесстрашно отстоял наши права на жизнь. Но на этом праздничное мероприятие, посвященное Дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, не заканчиваются. Они продолжаются в сердце областного центра, в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Сегодня на этой священной земле собралось большое количество людей. Все они пришли в Брестскую крепость, чтобы поблагодарить предков за мирное небо над головой, возложить цветы к вечному огню и отдать дань памяти и уважения погибшим в этой страшной и кровопролитной войне. Сегодня каждый из нас понимает, что подвиг советских солдат легендарный и является значимой главой в исторической летописи Великой Отечественной войны. Об этом нельзя забывать и никто не забудет, ведь уже 77 лет подряд Беларусь, город Брест празднует свое освобождение, свою независимость. Сегодня Брест держит курс вперед, активно развивается каждый из отраслей, строятся новые дома и общественно значимые объекты. А еще из года в год областной центр благоустраивается и преображается. И все это удается в том числе благодаря усилиям неравнодушных жителей города, ведь без совместного труда не было бы у нас чистых улиц, благоустроенных скверов и парков, зеленых и цветущих дворов. А потому сказать искреннее спасибо каждому брещанину в этом году решили по-особенному. Специально к очередной годовщине освобождения областного центра от немецко-фашистских захватчиков в городе над Бугом открыли сразу несколько новых живописных объектов, своеобразных подарков Бресту. Каждый из них со своей историей, о которой узнавали наши корреспонденты. Минские художники арт-студии «Алмира» с немалым стажем Кирилла Александра Пормон занимаются монументальной живописью уже не первый раз и не первый год. Правда, поработать над проектом патриотической направленности не приходилось, но мечталось. А мечты, как правило, сбываются. У нас были исторические работы тоже в разных городах Беларуси. Очень приятно, когда администрация проявляет такую инициативу, украшают города, здания. В последнее время это стало очень популярным. И нам, конечно, очень приятно принимать участие в таких проектах. Что касаемо военной тематики, это впервые. Проект, который реализуется совместными усилиями руководства Московского района города и Российского центра культуры и науки в Бресте, первоначально кардинально отличался от того, что мы видим сейчас. Стена памяти выглядит монументально. Вверху – девятиэтажного дома портрет офицера Петра Гаврилова. Под ним листы с историческими фактами. Крепость, как символ героической обороны, как память и часы, которые как будто приносят нас из одного времени в другое, проводя невидимую связь между поколениями. Исполнение проекта – какое-то трепетно изысканное, проникновенное, притягивающее взгляд. Кстати, планировалось, что проект будет представлен Брещаным ко дню освобождения. Но не удалось. Сработал погодный фактор. Но ведь не дата важна в данном случае. Это проект от сердца, от души. Это проект, который мы хотели бы подарить городу в сегодняшний праздник, в сегодняшнюю знаменательную дату, дата освобождения Бреста. Основная его задача, конечно, увековечивание памяти брестских мужественных защитников, защитников Брестской крепости. Наша идея, мы предложили городу этот проект, мы спонсировали этот проект, заключалась как раз в том, чтобы донести память, сохранить память до молодого поколения. Чтобы в их памяти остались лица тех людей, которые обеспечили наш сегодняшний мир, наше сегодняшнее, на мой взгляд, прекрасное существование здесь, вместе, в дружбе между Россией и Беларусью. Сам, наверное, не ожидал, что получится так вдохновляющий этот проект, потому что действительно он патриотический. И надеюсь, что тоже молодежи все-таки будут напоминать о тех событиях страшных, которые происходили в 40-х годах, когда шла война, да, и все-таки эти уроки забывать не нужно. Поэтому очень символично, что на улице Гаврилова появился практически уже закончен мурал Петра Михайловича Гаврилова. Оценил работу столичных художников и председателя Брестского горосполкома Александр Гачукон. Вручил им книгу о Бресте с добрыми пожеланиями. Но на этом подарки жителям областного центра не закончились. В праздничную дату, день освобождения областного центра от немецко-фашистских захватчиков, в городском саду появилась необычная цветочная композиция. Ее аналог нашел брещанин-краевед Александр Пащук на одной из старинных фотографий города над Бугом. На фото 40-х годов прошлого столетия улыбающиеся девушки сидят на лужайке, а за ними необычный арт-объект. Спустя столько лет яркая цветочная клумба вернулась на свое прежнее место. Юрий Викторович взялся за эту идею. Выполнили мастера из Гродно. Это Гродинский комбинат мастерства союза художников. Директором, который является Бергер Геннадий Абрамович. Они выполнили, я считаю, замечательно. Ну и 27-го числа этого года, июля месяца, установили в нашем городе, в городском саду. Я считаю, что это прекрасный подарок для наших брещан. Тем более, что, как мне сказал Геннадий Абрамович, он не видел в Белоруссии подобные вот эти вазон-клумбы. Вообще, городской сад во все времена своего существования отличался колоритностью. Каких только арт-объектов здесь не было. Необычные голубятни, ажурные скамейки, беседки и даже сцена, на которой, по воспоминаниям старожила, выступал сам Шаляпин. Много лет в областном центре шли к вопросу восстановления достопримечательностей и постепенно реализуют задуманное. А потому люди разного возраста с большим удовольствием приходят сюда снова и снова. Но не только городской сад – место отдыха брещан. Во дворе на улице Вульковской также живописно. Создавал эту красоту человек, который в 72 года смог поменять свою жизнь на 180 градусов. Петр Смелянец. Выходил во двор этот песчаный, с седьмого этажа наблюдал эту пустыню, и он увидел цель перед собой. Он понял, что ему надо это все озеленить. Он еще спросил, а почему никто деревьев не сажает, вам же надо от улицы отгородиться. Ну я говорю, каждый занимается еще благоустройством своего жилища, поэтому вот так. И он прямо вот как только приехал чуть-чуть-чуть, освоился, увидел, где леса, и велосипед, лопата, ведро, в лес, маленькие саженцы, самые-таки маленькие, в лесу выкапывал деревца и переносил вот по одному, по два, по три, сколько смог одолеть. И вот это высаживал, вот эти все деревья, все кусты, вот это все им посажено. Много лет трудился Петр Смеленец, но два года назад его не стало. После себя мужчина оставил более 350 берез, дубов, лип и кустарников. За всем этим зеленым богатством он ежегодно ухаживал, несмотря на то, что это было непросто. Не только из-за преклонного возраста, но еще и из-за инвалидности. У мужчины была только одна рука. В память о нем и в добрых делах жители ближайших домов обратились к руководству города с инициативой увековечить имя этого неравнодушного человека. И получили поддержку. На торжественное открытие мемориальной доски собралось немало людей. Это жители ближайших многоэтажек, которые знали Петра Смеленца. Для многих он стал жизненным ориентиром, человеком, который всегда сохранял оптимизм и трудился всем на благо. Дерево пересадить молоденькое с места, оно примется сразу. А вот такое дерево, которое уже старое, оно редко которое приживается. А он оказался таким дубом, которого в возрасте вырыли и пересадили на другое место, и он прижился. Я очень благодарна ему. Он к нам относился как к своим детям. Мы ездили вместе на рыбалку, ездили за черникой. Представьте, одной рукой он собирал, а грибник какой он был, исключительный просто. Ну вот так мы жили все мероприятия, которые отмечались, он никогда в стороне не был. Никогда. Конечно, труд для него это самое-самое главное. Петр Смеленец сделал для жителей микрорайона немало. И теперь даже случайный прохожий благодаря изящной мемориальной доске сможет узнать историю этого человека. И может подумает, что нужно продолжить его добрую традицию и начнет делать наш город еще красивее. Тысячи людей 77 лет назад плакали от счастья в освобожденном Бресте. Эта победа означала конец лишений и новые надежды и радости. Несмотря на все горе, которое принесла война, создавались молодые семьи и рождались дети. И сегодня, спустя столько лет, те, кто родился 28 июля 1944 года в Бресте и за его пределами, празднуют двойной праздник. День освобождения и свой день рождения. Героиня нашего следующего материала Лариса Васильевна Крутикова родилась именно в этот чудесный день. Мы вместе с представителями Ленинской администрации побывали у нее в гостях. Уже много лет для Ларисы Васильевны Крутиковой 28 июля праздник, который отмечается в расширенном формате. Свой день рождения и день освобождения Бреста. Родилась она в 1944 году на Сахалине в семье военнослужащего. Но волею судеб вместе с родителями в 1955-м переехала в Брест и с тех пор гордо именует себя Брещанкой. Город над Бугом стал родным, знает каждую улочку, помнит, каким он был в те далекие послевоенные годы. С восхищением говорит о современном Бресте. Помню полностью Брест какой был, все помню. Где улицы, где что было, какие дома были. Но он все равно был маленький, уютный, красивый городок такой. Провинциальный, конечно, но теперь не сравнить, но ностальгия есть. А жили мои родители по улице Ливаневского вниз, туда, где Чапаева. Чапаева, потом Наганово. На улице Чапаева там стояли домики для военнослужащих, финские такие. Вот на том месте, где мы жили, там детский садик теперь. Ориентируетесь, да? Да, конечно. Вот там вот был прямо, где детский садик, это был наш дом. Конечно, место прекрасное, красивое, парк рядом. Да, все игры в парке с мостика, который теперь на озеро идет. Мы прыгали и ныряли, плавали там, как лягушата. Тогда это можно было. А в современный город, в центре современного, вы живете в самом сердце города, на Советской. Как вам? Ну, что могу сказать, что улица Советская, это действительно сердце города. То есть, когда мне грустно, я подхожу, как мы смотрим, город, как бы сказать, он не засыпает. Он живет с утра и всю ночь. Так хорошо, да? С утра до следующего утра. Это прекрасно. Молодежь, вот, сидит здесь вот всегда у фонтана. Мне нравится, когда тут жарко, очень много, вот выглянешь, вот, ну, много детей бегает, играет, радуется, смеется. Вы оптимисты? Да, 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 да. И поэтому как-то все это, ну, прекрасно, я считаю, что... Сегодня Лариса Васильевна принимает гостей. Поздравить с двойным праздником в ее дом пришли глава администрации Ленинского района Валентин Милошевский и руководитель районной организации «Белая Русь» Андрей Гендель. От души вас поздравляем. Этот букет цветов вам. Спасибо. Прекрасные цветы. И, конечно, наши сувениры, такие маленькие сувенирчики. Какой женщине неприятно внимание. Добрые слова пожеланий, подарки, цветы – все это произвело на Ларису Васильевну огромное впечатление. Это значит, такая инициатива специалиста в Ленинского района должна найти продолжение. Идея возникла спонтанно. 77 лет освобождения города Бреса, вот, как не юбилейная дата. Но каждый год мы отмечаем этот праздник. Для нас он важен. И вы видели, насколько была счастливая Лариса Васильевна, что ее пришли поздравить так спонтанно. Она была просто ошарашена. Говорит, а почему я? Говорит, так вы, потому что родились в этот день. Вы ровесница. Сколько позитива у этой женщины. Как все хорошо. Сколько энергии. Она довольна, что город развивается, что город растет. И очень важно, что, как она сказала, муж, я тоже работал в жизненной экономической хозяйстве, и она очень четко следит за состоянием города. И радуется, что она становится чище, ухоженнее, уютнее. Приятно общаться с таким вот позитивным человеком. Гостеприимная, разговорчивая от такого внимания к себе, Лариса Васильевна немного стушевалась поначалу, но привыкшая общаться с людьми, педагог по образованию, быстро адаптировалась и охотно делилась воспоминаниями. А их в жизненном багаже нашей героине, поверьте, немало. Лариса Васильевна признается, что эта связь двух дат в ее судьбе ощущается по жизни. Я это очень чувствую, вот каждый год праздник вот этот вот, да, и да не только. Я как вот ребенок, который в послевоенное время вырос, и я все это как-то прочувствовала, наверное, всеми своими вот клеточками. Это было так. И поэтому я считаю, что день победы, который мы отмечаем, и день освобождения города Бреста, это такое счастье. Это счастье, что люди дожили из-за этого, что бегают дети в фонтаны, смеются, играются, радуются. Бабушки с ними тоже, и я тоже смотрю, и мне это тоже поднимает настроение. Тоже радостно. Да. Ведь подрастает новое поколение. Очень милый, добрый, нежный. Ну, все самые добрые слова можно сказать только о ней. Почему? Потому что даже первое впечатление, оно не обманчивое. Хочется пожелать ей самое главное, всего главное – здоровья, бодрости духа, такого же оптимизма, такой же красоты и молодости души. Красивая, умная, элегантная женщина. Лариса Васильевна не унывает и не ропщик. Признается, что в ее жизни и сегодня много интересного. Того, что дает силы и желание жить. Читает, общается по скайпу. И главное – утро у нее начинается с ходьбы по живописным местам Бреста. А это стимулирует и на дальнейшие занятия с собой и для себя. И главное – она любит жизнь, любит людей. Мы не любим часто друг друга, обижаем друг друга и не замечаем этого. Ведь человек родился от любви, а Бог – это любовь. Любовь – это мамины глаза, это мамины теплые руки, это семья, которая тебя окружает, когда ты ее осознаешь. Это дом, в котором ты живешь, это люди, которые окружают тебя, это двор, в котором ты живешь и играешь со своими сверстниками. Это улица твоя родная, это школа, которая рядом, это город твой родной и самое главное – это страна. И когда ты вырастаешь, ты уезжаешь с этой страны. Ты можешь уехать за границу, ты можешь уехать в другой город, но эти воспоминания останутся с тобой на всю жизнь. Здоровья и долголетия желает вам Лариса Васильевна, команда журналистов телекомпании БУК-ТВ. По данным статистики, перевозку 50% пассажиров и около 75% грузов по нашей стране осуществляет Белорусская железная дорога. Это важная миссия, для выполнения которой привлекается множество специальной техники. Однако самым ценным ресурсом во все времена были и остаются трудолюбивые и преданные своему делу люди. Кто-то приходит сюда впервые и остается надолго. Для многих железная дорога становится семейным призванием. 1 августа работники Белорусской железной дороги отмечают свой профессиональный праздник. Специально к этой дате наши корреспонденты подготовили сюжет. Отправляясь в поездку по железной дороге, пассажир ожидает, что она будет быстрой, комфортной и безопасной. А чтобы это было действительно так, локомотивной бригаде в составе машиниста и помощника каждый раз требуется серьезная подготовка. Предрейсовый медосмотр, инструктаж, получение допуска к движению, приемка локомотива. Эти и другие обязательные этапы скрыты от глаз пассажиров и проходят до прибытия поезда на вокзал. На панели управления множество сигнальных указателей, лампочек, тумблеры для включения различных приборов, системы безопасности, контроллер, манометры, кран, штурвал. Машинист Артем Веревкин может найти каждый из них с закрытыми глазами. Рядом надежный помощник в пути Юрий Ковальчук. И в этой команде уже научились понимать друг друга с полуслова. Они профессионалы, мастера своего дела и, самое важное, работают на железной дороге по призванию. Я был влюблен в железную дорогу с детства. И решил после окончания школы осуществить свою мечту. И так я оказался сначала следственным по ремонту подвижного состава. Оттуда я приехал на курсы повышения квалификации, стал помощником машиниста. И потихонечку я добился своего. Я стал машинистом и стал водить пассажирские поезда. На должности машиниста я 7 лет. В пассажирские поезда я вожу последние 3 года. До этого водил грузовые поезда. Это надо любить, эту работу, чтобы здесь работать. Не каждый сможет. Только тот, кто любит свою работу, сможет здесь работать. И с честью выходить со всех нештатных ситуаций. Технически грамотным надо быть. И постоянно заниматься саморазвитием. За плечами годы работы. Уже десятки, если не сотни тысяч километров. Но железная дорога – это место, куда хочется возвращаться. И даже привычные маршруты каждый раз открываются по-новому. Главное, что каждый знает свою работу и вносит вклад в общее дело. Каждый должен заниматься своим делом. Каждый находиться в своем месте. То есть, машинист ведет поезд, помощник ему помогает в этом. Слесаря должны делать ремонт. То есть, все должны заниматься своим делом. Если мы все это будем вместе в одной связке, то железная дорога будет, конечно, процветать. Поезда будут идти, пассажиры будут довольны поездкой. Грузы будут проходить. Ежедневно и круглосуточно на вокзалах и станциях, локомотивных депо и остановочных пунктах Белорусской железной дороги трудится более 100 тысяч человек. Машинисты и путейщики, проводники, инженеры и диспетчеры, начальники станций, вокзалов и участков – все они обеспечивают бесперебойную работу, комфорт и безопасность для нас с вами. А потому свой профессиональный праздник каждый из них заслуживает самых теплых и искренних пожеланий. Уважаемые коллеги, находимся мы с вами на рубеже транспортной стабильности нашего государства. Ежедневно несем огромную ответственность за перевозимые грузы, а также за наших любимых, уважаемых пассажиров. Хочу сказать, что мы все профессионалы своего дела стараемся обеспечивать безопасность. Хотелось бы вам пожелать огромного здоровья, успехов, счастья. Пускай у нас в работе все будет хорошо и идет в штатном режиме. Людмила Логодич, Андрей Щерб, Александр Макареевич. Специально для программы «Итоги недели». О коронавирусе человечество говорит уже второй год. Да, время идет достаточно быстро. И то, что раньше пугало нас своей неизвестностью, сегодня, к сожалению, стало частью жизни. Кто-то переносит коронавирусную инфекцию легче, а чье-то здоровье серьезно подкосилось после перенесенного заболевания. Кого-то коснулись тяжелые последствия. Неоднозначно, но как есть. И здесь риторический вопрос. Классика «быть или не быть» приобретает другую. А как быть? Вирус для науки был известен давно, но не в таком формате. И что же может стать его противоядием? На данный момент лишь вакцина. С тех пор, как ее разновидности стали доступны для большинства жителей планеты, данных на информационном поле становится все больше, как больше возникает и вопросов. В наш итоговый выпуск мы решили включить общение с теми, кто разбирается в ситуации, кто ищет ответы и находит с течением времени и обстоятельствами. Большое интервью с главным врачом Пресского зонального центра гигиены и эпидемиологии Геннадия Мраченко прямо сейчас. Геннадий Иванович, достаточно давно мы знакомы с коронавирусной инфекцией. И мы уже много о ней знаем, но все же. И маски наши присутствуют сегодня до сих пор на лицах. И хотелось бы вас спросить, как вообще за это время поменялось видение людей коронавирусной инфекции? Заболеваемость коронавирусной инфекции никуда не ушла. Просто сейчас не отмечается резких подъемов заболеваемости. Где-то с февраля месяца заболеваемость плюс-минус находится на одном и том же уровне. Но это не значит, что сегодня забыто все о коронавирусной инфекции. То есть люди считают, где-то расслабились, что сейчас жара на улице, такие погодные условия. И они считают, что лето здесь помогает в чем-то. А коронавирусная инфекция, она не носит сезонный характер, например, как грипп. Она циркулирует постоянно. Поэтому погода здесь никакой роли не играет. Поэтому необходимо для безопасности соблюдать все рекомендации, которые ранее приняты. Это и масочный режим, использование антисептика, дистанцирование. Не посещать массовые мероприятия, большие скопления людей. Ну и соблюдать все меры при посещении магазинов, аптек, ну и аналогичных заведений, которые необходимо посещать в ежедневной, скажем так, жизнедеятельности людей. Самый эффективный способ борьбы против COVID-19 – это вакцинация. Можно ли сейчас уже обозначить, сколько человек у нас вакцинировано? И есть ли так называемая централизованная вакцинация, когда руководители предприятий приглашают медиков к себе на заводы или в учреждения? Уже в Бресте и в Брестском районе на сегодняшнее число, 30 июля 2021 года, привито практически 40 тысяч населения города Бреста и Брестского района. Вакцинация началась у нас 20 января. Сначала прививались медицинские работники, потом работники образования соцзащиты, социальной сферы, затем группы риска по заболеваемости. Ну и в принципе сегодня могут прививаться все желающие. Создано 30 прививочных пунктов, 36 выездных бригад. Сегодня также открыто два таких пункта для населения – это на рынке Лагуна и торговый центр Варшавский, который на улице Махновича. Прививочные вот эти выездные бригады, которые созданы при поликлиниках города, они выезжают на предприятия. На многих предприятиях есть здравпункты, медпункты, либо в сельскую местность выезжают, на ФАПы, в амбулатории. Для того, чтобы прививать работников предприятий без отрыва от производства. Ну и в целом население города и района. И сегодня уже, на сегодняшний день можно констатировать, что уже таких 107 выездов состоялось. И таким способом привито 2200 человек. Рекомендует нам национальный план вакцинации против ковид привить 60% населения. А для групп риска этот показатель рекомендуется 75%. То есть, чем больше будет в коллективе привито, тем, значит, меньше будет вероятность, что люди будут болеть. Ну и кроме того, коллективный иммунитет необходим для того, чтобы были защищены и те, кто не подлежит иммунизации. Сегодня, например, не подлежат иммунизации дети до 18 лет, беременные, ну и ряд других категорий. Сегодня в интернете достаточно много информации по поводу вакцин, по поводу их действия. Наверное, на ваш взгляд, вот самый главный пунктик, который должен определить то, что человек должен пойти и сделать прививку. Когда регистрируются повторные случаи заболевания, иммунитет после болезни, ну, сохраняется в среднем 3-6 месяцев. И зависит он тоже от того, ну, чем тяжелее человек болел, тем сильнее иммунитет. Если человек в легкой форме перенес, то у него иммунитет слабый, либо его вообще может и не быть. У вакцинации здесь есть преимущество, потому что сильный иммунитет сохраняется до полугода, ну, 6-8 месяцев, скажем. Потом он к году начинает ослабевать, но вообще есть мнение, что там до 2-х лет. А сертификат, который сегодня выдается после проведения двукратной вакцинации, он действует 1 год. Ну, иммунитет, он, постпрививочный, он более целенаправленный и более сильный. Если говорить об отзывах, что рассказывают те, кто сделал прививку? Проявления есть, но отмечаются. То есть те, которые в инструкции прописаны, ожидаемые, они, как правило, и регистрируются. Но таких случаев каких-то тяжелых осложнений, тяжелых реакций у нас не зарегистрировано. То есть на каждое такое осложнение или сильную реакцию в Брестский зональный центр, ну, вообще в Центр генопедемиологии, из организации здравоохранения передаются экстренные извещения. Таких экстренных извещений не поступало. По данным организации здравоохранения, по информации, которая от людей поступает, ну, и у нас, в принципе, вот в коллективе люди прививаются. То есть, как правило, наблюдается повышение температуры до 37, максимум до 38, какое-то определенное время, день, допустим. Ну, где-то какие-то легкие недомогания, мышечная такая слабость. Сегодня вакцинация стала, по сути, неким туристическим направлением? Да, есть желающие привиться. Некоторые специально для этих целей приезжают. Некоторые попутно узнают о том, что есть такая возможность, и они прививаются. Кроме того, вот с 14 июля вышло постановление Совета министров Республики Беларусь. То есть, иностранцы, которые прибывают на вакцинацию, они не подлежат самоизоляции. То есть, они приезжают на вакцинацию и проходят здесь вакцинацию. Этим же постановлением уже, ну, мы долго ожидали этого, введены определенные, скажем, преимущества или преференции для привитых. То есть, на сегодняшний день, если человек имеет сертификат о прививке, то, возвращаясь из страны, так называемой, красной зоны, он не подлежит самоизоляции. Геннадий Иванович, и напоследок, какой Вы видите нашу жизнь дальше с учетом коронавируса? Ну, даже если говорить о гриппе, то определенная выборка людей обследуется. То есть, лабораторные обследования проводятся. Мы их завозим в наш научно-исследовательский институт в Минск. И там проводят исследования со всей Республики Беларусь. И определяются типы вирусов гриппа, которые циркулируют в Республике Беларусь. И на следующий год вакцина, которая заказывается, она заказывается против трех типов вирусов, которые циркулировали. Здесь тоже вирус будет мутировать, соответственно, будет изменяться вакцина. И с учетом того, что, как я уже сказал, какая длительность иммунитета, и сертификат выдается на один год, то есть мы придем к тому, что вакцинация против коронавирусной инфекции будет аналогично, как против гриппа ежегодно. Доброта – качество инстинктивное. Люди рождаются уже предрасположенными к доброте, щедрости и альтруизму. И это здорово, так как в мире всегда есть те, кто особенно нуждается в помощи и в более трепетном отношении к себе больше других. Самая слабозащищенная категория людей – это дети. А болеющие дети еще более уязвимы. Накануне ребята из Брестской детской областной больницы стали чуточку счастливее. А все потому, что в хирургическом отделении появилось новое сказочно красивое игровое пространство для них. А возможным это стало благодаря идее Брестского местного фонда регионального развития и безупречному воплощению ее в жизнь компанией «Санта Бремор». Наши корреспонденты отправились на торжественное открытие детской комнаты для того, чтобы лично увидеть счастье в глазах детей. «Санта Бремор» – гигант пищевой промышленности Беларуси. Название бренда на слуху не только у жителей Беларуси, но и во всем мире, ведь это один из крупнейших в Европе производителей продуктов питания, выпускающий свыше тысячи наименований продукции в 13 категориях – красная рыба, морепродукты, салаты, полуфабрикаты из теста и, конечно, мороженое. Будучи одним из экономически сильнейших предприятий страны, «Санта Бремор» уделяет большое внимание благотворительности, а особенно это важно и актуально сейчас. Общая финансовая помощь, оказанная предприятиями группы компаний «Санта» медицинским учреждениям в период пандемии коронавируса составила свыше 2 миллионов рублей. Продолжает помогать брестским медучреждениям компания и сейчас, обустроив в хирургическом отделении Брестской детской областной больницы игровую комнату. Если у компании есть финансовые возможности на это, то она может оказывать помощь и, наверное, в какой-то степени должна. Мы очень много поддерживаем Брестский район, потому что в компании работает 5000 сотрудников. Если мы представим, что это 3-4 человека в семье, то представьте, какое количество людей, а значит, каждая наша помощь, которая в детской больнице окажется, это все для наших же людей, мы здесь живем, здесь выросла компания. Компания «Санта Брэмор» серьезно подошла к созданию совершенно новой игровой комнаты и долго прорабатывала проект. Это должно было быть безопасно и в то же время максимально функционально. В разработке технического задания дизайна комнаты принимали участие не только компания «Санта Брэмор». Дизайнерская команда «Бунт» учитывалась также мнение воспитателей, юных пациентов больницы, работающих в рядах персонала больницы. Дело в том, что комната, уже повторюсь, их не одна, и всегда хочется, чтобы она выглядела как-то по-особому, чтобы дети, которые приходят, да и сотрудники, которые приходят, увидели что-то неожиданное для себя, и понимали, что есть какой-то ориентир, к которому надо стремиться. Вот эта комната, наверное, будет одним из таких на сегодняшний день главных ориентиров. Вообще в детской больнице таких комнат три, но, пожалуй, это станет лучшим примером для последующих. Комнату в 46 квадратных метров оборудовали на месте бывшей ординаторской. На этой площади дети смогут играть, и, что не менее важно, учиться, чтобы избежать пробелов в школьной программе. Теперь здесь есть все возможные для этого условия. Техническое задание мы сформировали, и уже дизайнеры, конечно, предложили свое видение. Мы с ними обсуждали, и те варианты они искали, как в мире это делают, направление по дизайну, какой сейчас эко-дизайн или еще какие-то направления в тренде. Но потом все равно мы внесли туда, скажем, свое понимание. Мне понравился интерьер и в общем стиль этой комнаты. Добро – это приятное дело, которое дарит улыбку и приносит радость. Реакция детей на новую игровую комнату, пожалуй, лучший показатель успешности выполненной работы. Ребята с огромным интересом рассматривали этот новый удивительный мир, заглядывали во все полки, изучая, что же такого интересного для них приготовили. Сама обстановка, легкая, веселая, по-детски беззаботная – это тот результат, который ждали абсолютно все задействованные в процессе люди. Дети отвлеклись, значит, сработало. Другой мир. Другой мир, потому что здесь, если сравнить наше все отделение, которое еще без ремонта вообще, здесь заходишь, как все равно попал в другой мир. С детьми легче работать, чем с взрослыми. Я их отвлекаю от болезней. Здесь, даже в этой игровой комнате, они попадают как-то в другой мир, они такие, вау, здесь что-то другое. Среднее прибавление до восьми дней, да. Кто-то дольше, кто-то меньше. Ну, вы же понимаете, если ребенку не запрещено, по нашим показаниям, либо поиграть, либо посидеть, либо почитать, либо посмотреть телевизор какой-то, да, и у него есть эта возможность, то что более дорого стоит. Очень хочется верить, что дети именно в этой комнате смогут защищаться от невзгод внешнего мира и обязательно хоть на час, хоть на минутку смогут отвлечься от своих болезней и почувствовать себя хорошо. Здесь я буду играть в игры, читать и рисовать. Можно теперь проходить, развлекаться, не только же сидеть в палате. Во-первых, у кого будет серьезная болезнь, он будет грустить. И если появится такая вот комната в каждой больнице, то тогда в больнице дети будут радостнее выглядеть. Алена Миневич, Андрей Щерба, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ. Это были итоги недели. Мы встретимся снова. Через 7 дней будут новые темы и новые герои. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните на номер в Бресте 54-63-67. Не забывайте, канал БУК-ТВ есть и в социальных сетях. Будьте с нами на Фейсбуке, Инстаграм, Вконтакте. А также подписывайтесь на наш канал в Ютуб. Я, Виталий Матюшин, желаю вам добрых новостей в ваших домах и, конечно, здоровья вам и вашим близким. Субтитры подогнал «Симон»